в общем-то сегодня что-то так вот причудилось мне взять и проверить работает ли серверный push на моем сайте причем он вроде бы как включен и в html все вроде бы как нормально и оказалось что ни хрена он не работает в общем-то смотрите есть такая штучка про значит по идее вот это вот html как бы строчка должна включать прелод ресурса то есть когда браузер зачитывает весь этот код он доходит до этого места и говорит как вы ему тут написано прелод то есть прелод предзагрузи вот этот вот ресурсик отдельно как бы вот того что ты сейчас делаешь получается этим самым включается немножко такая многопоточность загрузки веб-данных то есть не тут не только страниц но и веб-данных то есть сама страница это же просто исходный код а дальше браузер парсит ее и находит какие-то файлы и начинают к нему обращаться и так вот чтобы ускорить загрузку страниц и был придуман web push в nginx ну вообще наверное не только в nginx и он по патче наверно тоже и в других серверах и вот получается что когда он считывает этот прелод по идее он должен обратиться к этому ресурсу с заголовками пушей то есть чтобы чтобы он не просто загрузился как обычный файлик а как именно файл по по пушу ну как сказать не знаю в общем то но дело в том что недостаточно просто сконфигурировать сервер сейчас я покажу вот у меня получается конфиг такой идет ладно фиг с ним получается вот такой конфиг у меня идет и вот здесь вы или на htp 2 пуш прелодом здесь у меня все настроено таким образом чтобы сель работал альпин то есть если вы не знаете то это поддержка тлс 1.3 короче здесь все реально круто если проверять альпин но единственное что получается не работает http push если просто вы его подключаете через исходный код как бы страницы а именно вот таким вот образом значит у меня здесь немножко разбой разнобой идет для разных устройств типа как бы вот получается что у меня вот прелоды идут здесь для windows как бы 10 такие вот прелоды но они нихрена не работают то есть смотри получается я перезагружаю страницу сейчас чищу кэш обязательно это надо делать потому что сейчас здесь disable кэш выключен и все это загрузится с кэшем и как вы видите получается страница перезагружается но вот эти вот все ресурсы блин я не знаю что это за тупизм они сделали тут вот эти вот все ресурсы которые как бы указаны как пушевские но они не пушатся ни хрена значит cgv10 как вы видите название они mgs и здесь у меня еще стили 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 где-то должны вот стили inv4kss должны все эти пушатся но они не пушатся почему-то по умолчанию вот видите допустим сейчас я выделил sys inv4kss и здесь просто инициатор выделен как индекс а должен быть пуш и как бы я дочитался до того что оказывается нужно именно ну как не оказывается а получается есть метод подключения пушей еще и через хедеры посылаемые бэкендом то есть если я сейчас раскомментирую вот эту строчку которую я уже подготовил то у меня оказывается пуши заработают хотя я и думал что они до этого работают но оказывается нет значит смотрите получается здесь у меня идет перечисление трех ресурсов раз два три каким образом вот это вот обязательно то есть ну вот пример да получается вот такая строчка у вас должна быть если вы пушите только один какой-то ресурс но если вы пушите несколько то получается вот так пишите линк потом в таких ну короче вот этих скобочках таких плоских не знаю как их назвать короче потом rel preload as script или as font или as style как здесь и если вам еще что-то нужно указать то просто ну здесь вводите запятую ну я просто для разграничения ввел здесь пробел здесь например нет пробелок видите и получается тогда эти ресурсы значит линк вы пишите один раз двоеточие а потом как бы вот это вот все идет как один ресурс затем идет как бы следующий ресурс а это уже получается вот третий и только после этих всех манипуляций сохраняем перезагружаем на сервер вот и только после всего этого сейчас я чищу кэш еще как видите сейчас инв 4 здесь просто индекс и обратите внимание и обратите внимание что сейчас будет писаться вот видите получается 3 ресурса которые я подключил они сейчас пушатся push other push other то есть получается только когда вы включаете уже в заголовок сейчас я покажу как он выглядит когда в браузере это смотрите все второй вот здесь получается response headers то есть ответ у нас приходит от запроса вот это вот ну как бы мы посылаем первый запрос и первый ответ который приходит это полная html страница и хедеры и вот как бы вот эти хедеры они приходят в заголовки и только после этого получается пуши они начинают работать как ни странно но хотя в документациях которые я читал пишется что ну вот кстати на этом сайте я узнал о том что нужно хедер оказывается узнать указывать вот в документациях обычно пишут что только используйте типа html html разметку и так да типа все будет работать но она ни хрена по идее на практике не работает и только получается нужно указывать ручную все заголовки вот таким вот образом здесь 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 ну получается до вывода содержимого до эхо например в php я не знаю как там в других языках вам нужно указать хедер в котором будет вот такая вот информация ну в принципе на этом все вроде бы короче надеюсь вам эта инфа была полезна пожалуйста поставьте лайк лайк и подпишитесь на канал если вам не в лом будет еще много полезной информации счастливенько до новых встреч ребят до новых встреч